Продолжим работу с блоками. Мы уже знаем, как они устроены, научились делать отступы. Сейчас наша задача научиться менять их размеры, потому что на данный момент любой блок у нас занимает все доступное ему пространство. Запомните, если вы не задаете блоку конкретные размеры, он занимает все доступное пространство. По ширине имеется в виду, по высоте он занимает именно столько, сколько нужно для размещения контента. Как же изменять ширину блока? Для этого мы воспользуемся уже знакомым нам свойством Width, отвечающим за ширину элемента. В данном случае для хедера мы можем увеличить ширину, например, до 550 пикселей. Ширину для блока также можно указывать в процентах, тогда он будет занимать ее в процентах от своего родителя. То есть размер родителя берется за 100%, а размер блока, если мы указываем в процентах, соответственно, от размера родителя считается. Обновляем. И вот мы видим, что наш блок стал ровно 550 пикселей по ширине. Причем, заметьте, это мы задаем ширину именно содержимого. Это можете где-нибудь записать большими и крупными буквами, потому что из-за этого часто люди начинают путаться. Мы написали 550 пикселей ширины, то есть мы написали это только лишь для вот этого блока. Никогда не забывайте, что если вы еще создаете пэддинг, рамку и мерджин, они занимают отдельное пространство. Теперь возвращаемся назад и разберем эту ситуацию подробнее. Мы увидели, что наш блок стал 550 по ширине, и контент автоматически перенесся на следующую строку. В одну строку он уже не вмещается, стал уже переноситься на следующую. При этом, смотрите, если мы добавим к нашему заголовку еще текста, то блок увеличится автоматически. Вот у нас текст-заголовка. Ну, можно прям еще раз его же прям скопировать и добавить. Смотрим, что это дает. То есть наш блок автоматически увеличивается по высоте. Ширина остается у него жестко фиксированной, по содержимому 500. Дальше идут отступы. Если мы через фаербак глянем на данный элемент, мы увидим, что у нас ширина равна именно 500 пикселям. Дальше идут фиолетовые пэддинги, рамка и желтые поля. Теперь давайте посмотрим, что произойдет, если мы зададим жесткую высоту для нашего тега. Переходим в таблицу стилей. Теперь высота у нас задается с помощью свойства Hey. Таким образом пишется. И, допустим, мы задаем для нашего заголовка высоту в 300 пикселей. Обновляем. Вот он у нас по высоте получил 300 пикселей. И теперь добавим в него еще текста. Сделаем так, чтобы текст не поместился в эти 300 пикселей. Раза три еще эту же строчку вставим. Так, все еще помещается. Ну, еще пару раз, значит, добавим. И смотрите, что у нас происходит. У нас блок уже не имеет права увеличиваться относительно контента. То есть мы ему задали жесткие размеры. 300 по содержимому, по высоте и 500 по ширине. Соответственно, контент, который мы будем туда добавлять уже, не может раздвигать блок, и он начинает выходить за его пределы. Такого, естественно, допускать нельзя. Поэтому в CSS есть специальные правила, отвечающие за контент, находящийся в блоке. Называется это правило overflow. Пишется оно таким образом. И с помощью него мы можем регулировать, как поступать к браузеру в том случае, если контент начинает не помещаться в блок. Оно имеет несколько значений. Самое распространенное – это hidden. То есть спрятать тот контент, который не помещается в блок. Сейчас мы посмотрим, как это работает. Мы видим, да, что то, что у нас поместилось, осталось внутри блока. То, что не поместилось, было спрятано. Второй вариант – это auto. В этом случае браузер добавит полосы прокрутки в тот момент, когда контент перестанет помещаться у нас. Видно, да? К блоку добавляется полоса прокрутки, и мы можем оставшийся контент посмотреть с помощью полосы прокрутки. Есть еще вариант scroll, который добавляет полосу прокрутки принудительно. То есть если даже контент помещается… Давайте удалим. Несколько элементов и проверим. Хотя контент у нас помещается, полосы прокрутки все равно появились, хотя они и не активны. Это значение scroll. И последний момент – это visible, это значение по умолчанию. Видеть, показывать. То есть если даже контент не помещается в блок, его все равно нужно показывать. То есть вот такую запись изначально можно не писать. Это значение по умолчанию, как мы видели, он показывает контент, который не помещается в блок изначально. Так, сохраняем. Это был первый момент. Мы научились задавать ширину блоку, высоту. Теперь наша задача научиться выравнивать блок по середине того контейнера, в котором он находится. В данном случае блок H1 у нас находится внутри контейнера Body. Мы научились выравнивать текст внутри блока. Это свойство у нас называется TextAlign. Но мы пока сам блок не можем выравнивать относительно контейнера. И сейчас мы посмотрим, как это делается. Делается это за счет уже знакомого нам свойства Merging, отступ, которое можно настроить таким образом, чтобы браузер автоматически добавлял справа и слева для контейнера одинаковые отступы. Вообще-то зря я начал здесь заново писать. У нас уже свойство Merging здесь указано. Мы делаем следующее. Мы указываем, например, верхний 20 пикселей, а левый и правый указываем в значение Auto. Если мы пишем Auto и левый также Auto, то для браузера это будет означать, что их нужно подобрать автоматически одинаковыми. Смотрите, что это нам дает. Он автоматически нам подбирает правое и левое поле таким образом, чтобы у нас блок оказался ровно по центру. Причем почему-то Firebug не показывает нам эти боли. Ну да ладно, это в принципе не страшно. Главное, мы видим результат, что справа поля и слева поля у нас получились абсолютно одинаковыми. И это дает нам нужный результат. Блок получается ровно по центру того контейнера, в котором он находится. И таким же образом мы можем выровнять по центру, например, тег Body. Мы можем ему уменьшить, во-первых, ширину, чтобы он у нас был не на весь экран браузера. То есть, например, если мы ему запишем тегу Body ширину 700 пикселей, мы увидим вот такую картину. Он у нас стал 700 пикселей. И, допустим, выровняем по центру. Также пропишем Merging 0. И в нашем случае верхний и нижний у нас будут по нулям, а левый и правый – авто. То есть нам достаточно присписать вот так – 0 авто. У нас Body выровняется по центру. Вот таким образом создаются выровненные по центру сайта. Так, здесь у нас таблица не входит 700 пикселей, поэтому можно увеличить по ширине, допустим, до 1000 пикселей. Так, вот теперь отлично. У нас тег Body. И вот чтобы такого не было, когда у нас блоки прижимаются прямо вплотную, и здесь видите текст прямо вплотную, да, я предлагаю задать еще padding, то есть внутренний отступ для тега Body тоже в какое-то значение, например, 10 пикселей. Можно даже 15, чтобы посвободнее было дышать, чтобы элементы не прилегали вплотную. То есть запомните, что тег Body – это такой же блок, с которым вы можете работать. Вы можете менять ему ширину, вы можете менять его отступы, можете задавать рамку, можете задавать поля. Таким образом, это обычный блок, с которым мы будем постоянно взаимодействовать. Если мы опять же взглянем на него через фаербак, мы увидим, вот они, эти пэддинги, которые я задал по 15 пикселей с каждой стороны, и содержимое, которое 1000 пикселей по ширине. То есть сейчас, на данный момент, наш блок, по сути, наш блок Body, по сути, занимает 1000 по ширине, плюс 15 с каждой стороны – это 1030, и еще двухпиксельные рамки с каждой стороны. То есть в итоге наш блок Body занимает 1034 пикселя. Вот это запомните. Я специально это почаще повторяю, потому что многие допускают ошибку. Они думают, что если задали 1000 пикселей по ширине вот здесь, то значит, что эти 1000 пикселей – это вот здесь. Все вот это – это 1000 пикселей. На самом деле нет. 1000 пикселей – это только вот эта часть примерно, а остальное идут отступы, рамки, поля. Они добавляют размера, и на самом деле элемент на экране занимает большее пространство. На этом здесь все. Продолжим уже в следующем уроке. С блочной моделью у нас, в принципе, осталось немного работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok